новые вызовы для нашей страны грипп и кризис и так справимся или нет об этом прямо сейчас здравствуйте здравствуйте в прошлый раз мы вас спрашивали какие меры должна принять власть в условиях кризиса и вот как считают читатели двины информ сдерживать рост тарифов на услуги жкх 20 процентов сдерживать рост цен на продукты питания 70 процентов и свой вариант 10 процентов а вот и мнение подписчиков наших в социальных сетях сдерживать рост тарифов на услуги жкх 21 процент сдерживать рост цен на продукты 62 и свой вариант 17 процентов то есть большинство людей боятся остаться голодные много говорят о том, как вести себя в кризис, чтобы пережить его без особых потерь. Сегодня мы приготовили несколько советов. После кризиса 1998 года ситуация налаживалась быстро. С каждым годом экономика стабилизировалась. По опыту прошлых лет мы относились также и к этому кризису. Сейчас, очевидно, сходства минимальны. Страна вошла в стадию затяжного экономического кризиса. Но отчаиваться не стоит. Экономика циклична, после спада всегда бывает подъем. Вопрос когда? А пока, собственно, мы все ждем этого когда, стоит учиться на своих ошибках, ну и пересмотреть, наверное, немножко свое отношение к деньгам. Думать нужно и о подушках безопасности, и оптимизировать расходы нужно всегда, а не только в кризис. Набирать обязательств легче, чем потом от них избавляться, как известно. Итак, какие же советы? Избавьтесь от долгов и пассивов. Если в семье две машины, одну продайте. Машина – это пассив. Она требует расходов, но ничего вам не приносит. Думайте об активах и пассивах. Вкладывайте деньги в активы. Держитесь за рабочее место. Не меняйте работу. Даже если совсем не в моготуе вам предложили суперперспективный и стартаповский проект. Стартапам в кризис выжить сложнее. Поменяете работу и при первой же необходимости вас выгонят за дверь. Даже если новый работодатель вас ценит, в экстренной ситуации он скорее сократит новенького, чем уже зарекомендовавшего о себе старичка. И нужно, конечно, воздержаться от крупных покупок. Чтобы сохранить небольшие сбережения, многие пытаются вкладывать деньги в драгоценности, меха, машины, ну и так далее. Также берут ипотеку. Так вы не сохраните деньги, а только их уничтожите. В нестабильной экономической ситуации неизвестно, когда вы сможете продать драгоценности, а у людей не будет на это денег. Мех стареет, как известно. Машина сразу после покупки падает в цене от 10 до 30%. Ипотека вообще кабала. Храните деньги в долларах и евро, в банковских ячейках. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть. Даже если запасы небольшие, лучше приобрести иностранную валюту. Она стабильнее, чем рубль. Накопление в рублях под самые высокие проценты в банке слишком рисковано в сегодняшней ситуации. Неизвестно, что будет с рублем через год. И скорректируйте свои ежедневные расходы. Несмотря на финансовые подушки, богатых инвесторов, кризисы экономической ситуации в стране и компании, оптимизируйте расходы. У нас принято жить, пока петух не клюнет. А только потом уже срочно начинать резко экономить. Отсюда, собственно, недостаток денег. Пересматривать свои расходы и корректировать их нужно как минимум раз в месяц. Причем это касается и личных финансов, и финансов компании. Ну и, конечно же, следите за кредитами. Если вы все-таки попадаете в ситуацию, когда денег нет, а платить по кредитам необходимо. Самое главное не скрываться от банков. Эй, дров, крепь мне, парень! Его нет. А где он? А он уехал. А ты кто такой? Я? Родственник. Дальше. Гони рубль, Родственник, неопонятно! Рубль должен быть! Два. Два! Два! Придите сами и честно расскажите, какова ваша ситуация. Банки, конечно, далеко не благотворительные организации, но, скорее всего, на отсрочку они пойдут платежей. Это, собственно, в их интересах. Что же происходит, если люди скрываются от банков? Приходят коллекторы. И именно в таких кризисных условиях на прошлой неделе законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло законопроект, запрещающий деятельность коллекторских агентств. Разберемся, кто же такие эти коллекторы и почему депутаты предлагают запретить их деятельность. Коллекторы – это страшное, конечно, слово для всех банковских должников. Есть у банков такая замечательная, в кавычках, традиция. Если заемщик не выплачивает долги, они начинают пугать его этими страшными коллекторами. Причем угроза строится на доводе о том, что лучше, конечно, заплатить банку, иначе они продадут ваши долги коллекторам, а они пользуются уже своими методами. И банк уже на них никак не влияет. И никакой ответственности за них не несет. Коллекторские агентства, организации, занимающиеся сбором долгов заемщиков того или иного банка, как правило, кредиторы продают коллекторам долги недобросовестных заемщиков, превышающие 90-дневный срок. Чаще всего коллекторские агентства работают с теми, кто должен банку от 25 тысяч до 200 тысяч рублей. В том случае, если банк выполнил угрозу и все-таки призвал на помощь коллекторов, в доме должника начинаются звонки. Содержание их может быть совершенно разным. Вначале это могут быть простые напоминания или предупреждения, а потом они могут плавно перейти в совершенно безумные угрозы. Причем такие звонки могут быть в любое время дня и ночи. Основная же задача коллектора – это запугать должника, вывести его из эмоционального равновесия, что, собственно, не так уж и сложно сделать с человеком, который должен денег. Когда коллектор понимает, что добился желаемого эффекта, он предлагает минимальный компромисс – оплату хотя бы половины суммы или он приедет к должнику домой. Вопрос напрашивает сам собой. А дальше-то что? Денег у должника как не было, так и нет, и приезд коллектора этого не изменит. Но человек с ужасом ждет обещанного звонка в дверь. Помните о том, что коллекторам запрещено по уже действующему закону звонить вам с 22.00 до 6.00, общаться с вами от лица милиции, суда, прокуратуры и т.д., нарушать общественный порядок, угрожать жизни и имуществу должника и членам его семьи, приходить к вам без предварительной договоренности, вырываться в дом, на работу, осуществлять в отношении вас меры, угрожающие чести, достоинству и другим неимущественным правам, передавать информацию о вас третьим лицам, в том числе ближайшим родственникам, представлять вам ложные сведения относительно вашего долга, штрафов, завышать его, осуществлять в отношении вас любые и другие действия, противоречившие действующему российскому законодательству. И тем не менее, коллекторы, обладая весьма хорошими навыками психологического давления, порой запугивают людей и доводят их вплоть до самоубийств. В совсем недавний случай произошел в городе Красноярск, предприниматель расстрелял свою семью и сам покончил с собой. Причиной стали долги по кредитам, а еще коллекторы обещали забрать у них детей. Чтобы точно не забрали, он забрал их, что называется, с собой, к сожалению, на тот свет. То есть кризис начал уже уносить жизни людей. Дабы поставить крест на подобных историях, законодательное собрание Петербурга подготовило свою инициативу. Проект предлагает исключить из закона о потребительском кредите займе норму, которая предусматривает несудебный возврат задолженности, чем пользуются коллекторы. Сегодня сотни, тысячи наших сограждан подвергаются прямой агрессии со стороны бывших уголовников, которые измываются над гражданами, сказал депутат Милонов. По его словам, в случае одобрения поправок на федеральном уровне возврат задолженности будет проходить уже в судебном порядке исключительно путем подачи иска кредитора к заемщику. Я считаю, что мы от нашего законодательного собрания должны такую инициативу поддержать. Я думаю, мы спросим об этом сегодня наших телезрителей. Как вы считаете, нужно ли законодательно запретить деятельность коллекторов? И три варианта ответов по традиции. Запретить коллекторов. Второй вариант – оставить, пусть работают. И третий вариант – затрудняюсь ответить. Ну и в заключении нашей передачи мы хотели вам напомнить еще об одной угрозе, о которой сказали в самом начале – это грипп. Если вы заболели, оставайтесь дома, не ходите на работу. Детей не отправляйте в детские сады и в школы. Вызывайте врача и лечитесь. Ну а если вы еще не заболели, дай бог, то тогда постарайтесь избегать всех публичных и общественных мероприятий. Пересидите это время дома с семьей. Ответы на наши вопросы мы ждем в социальных сетях Facebook и ВКонтакте Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. А также на ресурсе 2.9.4. Также мы ждем ваших сообщений по адресу электронной почты, которую вы видите на ваших экранах. Всего вам доброго и не болейте. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok